Добрый вечер, дорогие друзья! Вечер понедельника и значит это только одно, помимо хорошей осенней погоды, в прямом эфире программа «Попутчик. Итоги недели». Мы с вами ведущий Александр Добин. Здравствуйте! Сегодня мы, как обычно, обсуждаем самые яркие, самые запоминающиеся, самые необычные события автомобильной и около автомобильной жизни, прошедших семи дней. И начнем мы сегодняшнюю программу со скандала, который, как гром среди ясного неба, разразился на прошедшей неделе. И всегда приятно считать чужие деньги, особенно это приятно делать, когда деньги государственные. Так вот, скандал, о котором идет речь, грянул как раз на почве того, что московский государственный служащий решил, чтобы сэкономить государственные деньги, не покупать служебный автомобиль, а взять его в аренду. Беда только в том, что стоимость той самой аренды во много раз превышает стоимость и эксплуатационные сопровождающие какие-то вещи, связанные с этим автомобилем. О чем непосредственно идет речь в нашем коротком сюжете, снятом корреспондентами программы «Новости с колес». И мы вернемся в эту студию через минуту для того, чтобы поговорить с гостем. Внимание на экран! Артюх Юрий Владимирович Артюх Юрий Владимирович заказал себе на 2015 год аренду автомобиля с водителем за 8,5 миллионов рублей. К машине со стороны высокопоставленного заказчика предъявлены любопытные требования. Автомобиль должен быть премиум класса и не старше одного года. Также транспортное средство должно иметь восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию и обладать мощностью не менее 309, но не более 436 лошадиных сил. Видимо, российский налог на мощность не по карману даже чиновнику. Любопытно, что практически любая машина премиум-сегмента, подходящая под эти требования, стоит не более 5 миллионов рублей. На 3,5 миллиона дешевле, чем заявленная сумма. Данная закупка прямо нарушает статью о контрактной системе в сфере закупок и товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По уверениям Дмитрия Барановского, планы чиновника с дорогим вкусом будут обжалованы в фаз. И вот, продолжая тему заявленную, я с удовольствием представляю вам гостя, человека, благодаря которому, ну, назовем это компроматом. Вот этот компромат вылился в стеть и стал достоянием широкой общественности. Дмитрий Барановский, муниципальный депутат района Северного Измайлова. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Я предлагаю начать с конца, как бы это парадоксально не было. Вся эта история неожиданным образом, или наоборот, ожидаемым образом, сегодня нашла свое логическое завершение. Вот вам слово «какое». Да, история разрешилась тем, что сегодня этот аукцион, который был объявлен на аренду автомобиля, стоимостью 8,5 миллионов рублей на год, был отменен. То есть, вот, все, что было связано со скандалом, самым громким скандалом прошлой недели, можно сказать, обнулилось? Ну, можно сказать и так. То есть, благодаря тому, что к данному аукциону было привлечено большое внимание блогеров, ну, вообще людей, средства массовой информации, многие разнесли эту статью, мой пост в живом журнале. Благодаря этому чиновники все-таки одумались и решили отменить аукцион от греха подачи, чтобы не злить людей, наверное. По поводу греха поговорим отдельно, особенно зная должность товарища Артюха. Друзья мои, вы можете присоединиться к нам, и, собственно, я и призываю вас это сделать, короткий номер 5577 для вашего смс-голосования. И вопрос, на который я предлагаю вам ответить, да или нет, звучит таким образом. Нужно ли пересаживать государственных служащих на отечественное авто, да или нет? 5577, короткий номер на студии. Дим, продолжим с вами. Вот я предлагаю на этот вопрос ответить в первую очередь вам. Нужно ли реализовывать... Это инициатива, по-моему, 98-го года товарищ Немцов все собирался у нас пересадить. Да, 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 тогда речь шла о Волгах, но сейчас, уже в этом году, летом, премьер-министр Дмитрий Медведев выпустил постановление правительства Москвы, в соответствии с которым чиновники не имеют права закупать иностранную технику, произведенную за рубежом. То есть, если он хочет купить автомобиль, то он может купить автомобиль даже иностранных марок, но которые произведены и собраны здесь. Ну, нет... То есть, это уже действует. Нет такого закона, который нельзя обойти, вот товарищ... В этом постановлении речь идет о том, о покупке, да? Но мы видим, что аукцион-то обошел это постановление тем, что автомобиль не покупается, а просто берется в аренду за сумку. Я думаю, что любой человек, даже далекий от вообще нюансов автомобильного российского рынка, понимает, что цифра 8,5 миллионов, она просто запредельная. С учетом того, что вот указанный автомобиль, на сайте госзакупок настолько хитро сформулированы требования к неназванному автомобилю, что ни один другой автомобиль, кроме Audi A8 Long, туда просто не подходит по параметрам. Во-вторых, стоимость самой дорогой модификации в районе там 4 миллионов рублей. То есть, больше, чем в два раза дешевле, чем указанные 8,5 миллионов. Я вот как депутат к депутату, написавшему о депутате, хочу спросить, что двигало вами, вынося СОР из избы, если так можно сказать. Как родилась вообще этот пост? Мне кинули в фейсбук через социальную сеть ссылку на этот аукцион и сказали, посмотри, какой интересный аукцион. Я посмотрел техническое задание внимательно и увидел, что там арендуется автомобиль, там указаны, не указано, что это именно Audi A8 Long, но указаны длина, ширина и высота автомобиля с точностью до миллиметра. Я посмотрел в интернете и понял, что это именно Audi A8 Long. Опубликовал данную информацию у себя в живом журнале, этот пост, нашел большой отклик в душах читателей. Людей это сильно очень возмутило, тот факт, что сам новый автомобиль стоит около 4,5 миллионов рублей, а чиновник его берет в аренду всего лишь на год, но с водителем за 8,5 миллионов рублей. Я хочу быть водителем этого автомобиля, жаль, что уже не придется. Я вот что хочу спросить, насколько ваши братья, я вот немножко себя дистанцирую, потому что страшно далеки московские чиновники точно от народа, тем более товарищ Артюх, по-моему, общается с силами высшими, поскольку он является директором департамента по связям с религиозными организациями. Это к вопросу о грехе, видимо, сказали, что отпустится, вот он и решил устроить такой конкурс. Вопрос, насколько это часто распространенное явление, ну, если так можно обобщать, вот в вашей среде? Если помните, года два назад очень активно распространялись посты, в том числе в интернете, публикации о покупках автомобилей, то есть раньше чиновники просто их покупали, покупали люксовые автомобили, а сейчас их... Благодаря как раз социальным сетям эта тема очень быстро сошла на нет, и я так понимаю, что народ хвастает и подприжал. Да, и тогда, видимо, приняли такое решение не злить людей и не покупать эти люксовые автомобили, а просто изменили тактику, просто берут их в аренду, в почасовую аренду. Вот, например, касаясь этого автомобиля, чиновник берет его в почасовую аренду на 365 дней в год. То есть люди берут эти автомобили для праздников, для свадьбы, а у чиновника этот праздник получается круглый год на 8,5 миллионов рублей. Дим, сейчас вот гадкую вещь спрошу, но попробуйте ответить, если не государственная тайна. Вот вы на чем непосредственно ездите? Киа Спортыш. И это не служебный автомобиль? Конечно нет. У муниципальных депутатов одна льгота есть. Это проездной билет. Все. А объясните тогда мне разницу. Чиновники московской мэрии и муниципальные депутаты – это разные категории госслужащих? Значит, муниципальные депутаты и вообще депутаты – это не чиновник, это не госслужащий. Мы избранные. То есть мы депутаты выбирают на выборах. А чиновник… А чиновник-то себя, в общем, не сильно ограничивает в привилегиях, чего уж там греха-то. Да, но там совсем другой уровень депутатства, и там другие совсем расходы, другие привилегии. Муниципальных депутатов очень много в Москве, и больше тысячи. То есть на каждый район их около 10-15 человек. То есть, а 125 районов. Может быть, это зависть вами руководила, когда вдруг городской чиновник… Да нет, не дай бог так опозориться на самом деле с таким автомобилем, с такими запросами. Вот, кстати, о общественном мнении, все, что касается имиджа, да, в глазах, я даже не знаю, ну, в вашем случае избирателей, в его случае это… Мы, кстати, так и не дозвонились до господина Артюха, после там многих часов переговоров его с секретариатом, где он болен, в душе, обедает, занят и так далее. Вот сегодня выяснилось, что он наконец ушел в отпуск, непонятно, когда он успел сделать, но неважно. Понятно, что, ну, я искренне на это надеюсь, что человеку стыдно. Хотя, вот, тот народ и слово стыд, тем более, когда высшие силы дали добро, тут очень такое все размыто. Вот все, что связано с потом, ну, спокойствием перед собственной совестью, перед тем, как вот смотреть там подчиненным в глаза, да, в вашем случае избирателям. Насколько это все, там, противоречит или не противоречит моральным принципам? Ну, во-первых, руководитель департамента правительства Москвы подчиняется мэру, и перед ним он держит ответ, да, если делать параллели между депутатами и чиновниками. То есть депутат, он отвечает перед избирателем. Ну, да, ему перед народом очевидно. А если, я думаю, что, если бы сверху Артюху не сказали, отменяя конкурс, он бы и не отменил, я так думаю. Какая разница, что люди думают. И его это не касается напрямую. Я вот что хочу у вас узнать. Насколько возможно людям избранным, вот, пускай это тысячи человек, больше тысячи человек, если мы говорим хотя бы о Москве, если говорить о регионах, там эта ситуация, мне кажется, зеркально повторена много-много раз. Есть возможность, а, следить, и, б, предупреждать вот какие-то такие, ну, назовем это мягко перегибами. Хотя это просто вопиющее безобразие, но вот назовем это перегибами. Насколько это возможно делать, будучи просто вот депутатом, ну, в данном случае, там, в районе Северной Испании? Для этого не обязательно быть депутатом. Многие конкурсы, аукционы на покупку автомобилей были отменены обычными людьми, блогерами, которые просто размещали эту информацию в блогах, придавали ее гласности. И после того, когда поднимался шум, эти конкурсы отменяли. Поэтому и этот пример с этим Артюхом и этим Audi A8 подтверждает тот факт, что если информация, она где-то не залеживается, а выходит в средства массовой информации, то это ведет к тому, что конкурсы отменяются. Дим, а вот вам, ну, я, наверное, грубо спрошу, но вам что с того? Ну, вот нашли такое вот, мягко говоря, злоупотребление, ну, пресекли, и вроде как успешно, судя по отмененному аукциону. Это личное качество каждого? То есть, вот, увидеть, не увидеть, обратить, не обратить? Или все-таки, вот, я не знаю, надо как-то их одеогировать? Нет, во-первых, это вопиющий случай. Именно благодаря тому, что он случай вопиющий, он стал известен широкому кругу лиц. То есть, обычно они покупают автомобили, и не так открыто один автомобиль за 8,5 миллионов рублей, они покупают их пачками, ну, или берут в аренду пачками. То есть, берут премиум класс автомобилей, и вместе с ним эконом-класса, и там уже не разберешь, сколько такой стоит. Когда общая заявка, большая цифра, транспортное обеспечение. А здесь очень наглядный случай. Один автомобиль 8,5 миллионов рублей. Пожалуйста. Вот смотрите, кому интересно, сколько это стоит. Я хочу, вот, по поводу, раз о деньгах зашла речь, по поводу этого спросить. Насколько благополучны дела с точки зрения, там, государственного финансирования, бюджета, или тех средств, которыми чиновники вольны распоряжаться, вот в данном случае, да, для почасовой аренды автомобиля никак это напрямую не отнарашается на нуждах гаража, ну, уж, я не знаю, по крайней мере, религиозная организация от этого точно не выигрывает. Ему-то все равно, на чем приедет директор. Во-первых, это напрямую отражается на нашем бюджете. Вы знаете, что сейчас буквально на той неделе международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Москвы, а это значит, что заимствования для Москвы будут обходиться дороже. То есть, раз расходование долга удорожает, это напрямую бьет по бюджету. Но, кроме того, сейчас город, если вы, может быть, слышали, сокращает 15, закрывает 15 больниц, 700 врачей оказываются на улице, город продает 39 кинотеатров, которые являются собственностью города, и многие кинотеатры работающие. То есть, город избавляется от лишних расходов. Но в то же время мы видим, что чиновники на себе, они не экономят. — Я вот что хочу вам пожелать на будущее, побольше вот таких постов в социальных сетях, дай бог. Ну, может, всех не искореним, но по рукам надаем хотя бы. Что, чем это чревато? Вот финишный вопрос нашей темы. Чем это чревато для господина Артюха? Чем это чревато для вас, как правдолюбца, например? — Я думаю, что для Артюха это ничем не чревато. Не он первый, не он последний. Возьмем руководителей других департаментов, например, департамент территориальных органов. Они заказали два люксовых BMW сейчас, плюс несколько Nissan. — Тоже мэрия? — Да. Тоже мэрия Москвы. 20 миллионов рублей, пожалуйста. Давайте посмотрим у других руководителей. Это практика, она не новая. — То есть это единичные случаи, которые до нас доходят, вот пускай, вот такими кривыми источниками. Настоящий масштаб разрушений мы не знаем. — Конечно. Надо просто внимательно смотреть, что заказывают чиновники из тех же смежных департаментов. Там те же самые автомобили. Они тоже хотят жить роскошно. Это не новость. — 85% друзья мои из вас, сейчас смотрящих нашу программу, считают, что государственных служащих, чиновников, в данном случае московской мэрии и прочих нахлебников, существующих на наши с вами, кстати сказать, налоги, нужно пересадить на отечественные автомобили. Я тут с вами практически согласен, хотя эту цифру можно было довести и до 100. — Да. Я благодарю, Дмитрий, спасибо, что пришли. Дмитрий Барановский был человек, который, в студии, который, в общем, и донес до нас вот эту вот засекреченную информацию. Мы продолжаем программу, и дальше я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели сюжет о статистике, которая стала известна на прошлой неделе. Самое распространённое нарушение правил дорожного движения среди водителей на наших дорогах — это нарушение скоростного режима. Ну, в общем, никто другого ничего не предполагал. Детали того, что я вам сейчас сказал в нашем сюжете, внимание на экран. По статистике, треть аварий в России происходит из-за нарушений скоростного режима. Например, с января по сентябрь текущего года следствием слишком быстрой езды стали 13 тысяч ДТП. По мнению специалистов, ужесточение административных мер не влияет должным образом на любителей езды с ветерком. Поэтому различными экспертными центрами предлагается сделать акцент на безопасности инфраструктуры и работать с законодательством. Однако самым негативным фактором, влияющим на нежелание ездить спокойно, названо отсутствие культуры поведения на дороге. Причём выносится предложение работать в этом направлении, начиная со школьного возраста. ГИБДД тоже не дремлет. В регионах активно внедряются автоматические комплексы фиксации нарушений, которые следят за соблюдением скоростного режима. Также вводятся в эксплуатацию новые комплексы, позволяющие определять среднюю скорость автомобилей на определённом участке. Системы уже прошли тестирование в некоторых районах республики Татарстан и оказались вполне эффективными. На местах установки таких комплексов аварийность снизилась на 15%, а смертность на 51%. Следующая тема, о которой пойдёт речь в нашей программе, ещё один скандал. Скандал в данном случае связан со страховщиками в Челябинской области. Федеральная антимонопольная служба ведёт речь о том, чтобы наложить штраф в полмиллиарда рублей, 500 миллионов. Ничего же не путаю. Мы говорим с представителем Ассоциации защиты прав авторосстрахователей. Максим Хаджин. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу с вами начать этот разговор о том, в чём суть конфликта сама. Для этого я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему, и после этого мы продолжим. Вы готовы отстаивать коллег? Да. Отлично. Друзья мои, смотрим сюжет. Внимание на экран. В Челябинской области Управление Федеральной антимонопольной службы после расследования признало сговор филиалов крупных страховых компаний по продаже ОСАГО. Эти компании навязывали дополнительные услуги клиентам при покупке полиса. Всего насчитывается 18 виновников. На них будут возбуждены административные дела и наложен штраф с оборота. В неофициальных комментариях причиной для таких действий страховщики называют низкие тарифы. По их мнению, на каждый полученный рубль компания несёт угрозу убытков на 4 рубля. Виновными признаны 18 из 20 попавших под расследование страховых компаний. В общей сложности виновникам грозит штраф до 500 миллионов рублей. Также ФАС проводит расследование по подозрению в таком же сговоре ещё в 4 регионах страны – Архангельской и Ростовских областях, а также в Башкирии и Хакасии. Итак, Максим Ханжин на студии. Максим, первый вопрос связан как раз с ОСАГО. Насколько я знаю, что страховые компании в регионах довольно давно, в общем, очень сильно жалуются на то, что бизнес именно как бизнес убыточный. И только потому что они не могут отказаться страховать клиентов по ОСАГО, но денег они не зарабатывают. И тут вот этот скандал со штрафами. Откуда, из-за чего, собственно говоря, вот эта ситуация случилась? В настоящий момент страхование моторное переживает тяжёлый кризисный момент. И действительно, многие экономические зоны в страховании являются для страховщиков убыточными. И оттуда страховщики уходят, потому что убыточность переваливает за 100%. То есть они... Они платят больше, чем получают с нас, как с клиентов. Они платят больше, чем получают. И мы видим, что крупные страховщики уходят. Многие иностранные компании уже покинули рынок моторного страхования, особенно розничного. Поэтому эта действительно ситуация имеет место быть. Такая беда во всех регионах творится? Или вот это начали проверять, выяснилось, пока штрафов не коснулось. Об этом бы, наверное, и не вспомнили? Нет, проблемные регионы всем известны. Кстати, проблемные регионы не входят в Москва, Санкт-Петербург, потому что у нас здесь аварийность не на таком высоком уровне. Дороги всё-таки в лучшем состоянии. И кроме того, дело не только в аварийности, а и в том, что в некоторых регионах мошенничество намного больше, чем в других регионах. Кроме того... Куда ж Россия, матушка, куда ж без мошенников? Я очень хочу спросить, за что конкретно ФАС наказывает, ну или там вот сейчас будет наказывать, да, страховые компании? О каких нарушениях вообще может идти речь в данной ситуации? Речь идёт о навязывании у своих услуг, когда клиент приходит в страховую компанию, хочет купить ОСАГО, а ему сообщают о том, что он не может купить ОСАГО, если не приобретёт другой вид страхования. Например? Например, такой полезный вид страхования, как дополнительная ДОСАГО, да, когда вы доплачиваете и увеличиваете свою ответственность. Расширенная ОСАГО, так называемая ОСАГО. Это действительно очень... Только это же хорошо. Это хорошо. Сейчас до трёх, по-моему, миллионов рублей можно это делать. Это всегда можно было делать до трёх миллионов рублей, это не так дорого, но, тем не менее, страховщик не вправе это навязывать. Поэтому в этом смысле ФАС, конечно, по закону прав. И в итоге получается, что просто страховать нет никакого резона? Нет, то, что нет резона, нет возможности. Человек, покупая новый автомобиль, не может купить полис, потому что страховой компании просто невыгодно продавать этот полис. То есть многие страховщики переносят отделы продаж в какие-то удалённые места от центров, от городов за 300 километров. Многие действуют по-другому, многие навязывают услуги. Эта проблема, она существует уже очень давно, порядка двух лет. Вот вы сказали по поводу мошенничества. Вот эти люди, которые сидят, грубо говоря, в микроавтобусах, на маленьких столиках с коленок продают страховые полисы. Это является замещением вот той проблемы, о которой вы говорите? Здесь есть такое замещение, к сожалению, как продажа липовых полисов. Если мы понимаем, что если человек не может купить нормальный полис ОСАГО, действующий, то возникает некий спрос, который у нас пополняют мошенники, продавая фальшивые полисы. Потому что фальшивый полис можно поставить машину на учёт, но нельзя получить компенсацию, если в вас вдруг едет автомобиль, у водителя которого фальшивый полис. Всё, что связано с страхованием гражданской ответственности, насколько это для самих страховщиков реально убыточно? Опять же, этот вопрос напрямую зависит от региона и напрямую зависит от страховщиков в том числе. Завершением коэффициентов. Неужели всё так плохо? Всё действительно плохо. И проблема в первую очередь у нас потому, что отсутствует единая методика расчёта ущерба ОСАГО. И вполне возможно, что каким-то образом ситуация изменится. Единственное, непонятно, она в худшую сторону изменится или в лучшую. Я вас сейчас перебью для того, чтобы объявить голосование. Пользуясь как раз прямым эфиром, я призываю вас ответить на вопрос, проголосовав «да» или «нет» по телефону, короткому номеру 5577, ответив на вопрос такой, мы его сформулировали таким образом, нынешние тарифы ОСАГО завышены или они всё-таки реально те, которые должны быть? «Да» или «нет» телефоны эфира 5577, как я вам и сказал. Поэтому вот ваше мнение нам особенно интересно с учётом вот такой проблемы в обязательном страховании гражданской ответственности. Максим, продолжаем с вами. Вот всё, что связано с дальнейшим развитием вообще бизнеса ОСАГО, в этом году было массой информационных поводов с пересмотрами тарифов, с повышением коэффициентов, с повышением выплат, что для нас, в общем, автомобилистов, скорее отрадно, чем плохо, но всё это выясняется, что страхование ОСАГО как бизнес просто практически похоронен. Не совсем так. Дело в том, что в настоящий момент у нас изменились тарифы в сторону увеличения. И коэффициент изменились. У нас появилась единая методика, о которой я говорил несколько минут назад, но эту методику разрабатывала у нас ОСАГО. Мы понимаем, что разработанная профессиональным сообществом страховщиков методика, она, скорее всего, разрабатывалась с учётом, прежде всего, интересов самих крупных страховщиков. Что из этого получится, мы узнаем в течение ближайших месяцев, потому что Свет увидел справочники ценовые. Это более трёх миллионов наименований деталей, и это как раз единая методика. Примет её в судах или нет, посмотрим позже. Но мы участвовали в экспертном совете в РСАГО, и как раз, когда речь дошла до цен и как их определять, вот здесь были жаркие споры, и ни наша ассоциация, ни представители юстиции со страховщиками не договорились в результате. Поэтому вполне возможно, что... Но при этом тарифы и цены приняты, и выплаты действуют там с 1 октября. Лимиты увеличены, но как считать, здесь же важно... Понимаете, в чём дело? Лимит — это можно увеличить, но средняя выплата, она в прошлом году была, по-моему, около 35 тысяч рублей. То есть лимиты мы увеличим, но выплаты в основном маленькие, и огромное количество споров как раз идёт по маленьким вот таким вот убыточкам. Поэтому здесь важно, как считать. Европротокол опять же увеличился. Если говорить про европротокол, я ни одному человеку не посоветую использовать европротокол по одной простой причине. Потому что в законе прописано, что сумма выплаты от страховой компании неоспорима по суду. То есть если страховая компания вместо 10 тысяч вам заплатит рубль, вы не сможете поспорить. А если вы оформили аварию обычным способом, используя компетентные органы, вы всегда можете обратиться как в страховую компанию, так и к ответчику напрямую. Ещё раз. То есть если выплата идёт через европротокол, сколько дали, тем удовольствуйся, и оскорить эту сумму невозможно никак. Да. И кроме этого есть ещё масса возможностей вам отказать. Это очень серьёзный подводный камень. Я думаю, что до сегодняшнего момента, я по крайней мере точно не знал, думаю, что наверняка большинство наших зрителей, всё, что связано с ОСАГО как формой взаимодействия между страховщиком и автомобилистом, в ближайшем будущем, вот в 2015 году, какие перспективы? Все, как это, всем сестрам раздадут по сергам и все останутся довольны? Или всё равно страховые компании будут делать всё, чтобы не платить, или платить минимум? А люди будут недовольны, судиться, топать ногами? Есть плюсы. Во-первых, прямое урегулирование. Теперь вы не идёте в страховую компанию обидчика, а идёте к себе. Безусловно, это плюс. Клиентоориентированность должна повыситься от страховых компаний. Когда у нас заработает электронный полис, то вопрос с региональными, вот этими убыточными регионами и покупкой полисом, может быть, будет снят, потому что вы можете зайти, вот вы сидите в Казани, заходите, покупаете в Москве, то есть вас никто не ограничивает. Но тем не менее, пока проблема, о которой мы говорим вплотную, связанная с регионами, она не решается никак. То есть повысили в общем стоимость ОСАГО на 30%. Но от этого мы не мотивируем страховщика продавать полис в проблемном регионе, в котором мошенничество, в котором судебных споров очень много. Они когда-то справедливые, когда-то нет. Получается, что регионы для крупных игроков на страховом рынке сейчас такая общественная нагрузка больше, нежели бизнес. Конечно. Безусловно. Основные деньги делаются в городах-миллионниках, насколько я понимаю, в мегаполисах. Где-то они зарабатываются, а где-то они тратятся. То есть есть конкретно убыточные регионы, где невозможно заработать. Вопрос, наверное, я не знаю на него ответа, больше такой для информации. Государство как-то участвует в урегулировании конфликтов по ОСАГО, которые возникают между автомобилистами и страховыми компаниями? Во-первых, у нас есть фонд стабилизационный по ОСАГО. То есть в том случае, а этих случаев у нас много. Когда компания разоряются. Да, но мы понимаем, что компании у нас разоряются часто достаточно. Мы совсем недавно видели уход крупных игроков, такие как страховая компания «Россия», которая непонятна, честно говоря, почему она в таком виде плавала. Она не работала, а уже 5 лет она существовала как-то. И почему не отозвали лицензию? Такие компании до сих пор есть. Но, слава богу, есть хотя бы стаб-фонд. Это уже хорошо. Вот сейчас над челябинскими страховщиками висит угроза довольно серьезного. 500 миллионов штрафа каждой из компаний. Проверки организованы в пяти, насколько я помню, регионах. Это как-то дисциплинирует остальных? То есть остальные сделают какие-то выводы, начнут лучше работать с клиентом для того, чтобы не стать следующими в этом списке? Вот, на мой взгляд, такой бытовой, да, скажем, основная проблема страховщиков какая? Есть крупные страховщики, которые, как-то сказать, они не могут консолидироваться, потому что каждый из них видит в другой страховой компании, в другом собственнике своего конкурента и, может быть, даже врага. Из-за этого они не могут консолидировать базы. Они очень долго не делали единую базу в ОСАГО. Сейчас у нас на поверхности вопрос... Чтобы клиентов друг друга не выводили. Да, да. На поверхности вопрос. Мы понимаем, что у нас сейчас две угрозы для рынка. Мошенничество и судебные споры. Вот кто мешает страховым компаниям объединиться и сделать единую базу страховых историй? Да, сейчас Центробанк принял, в законе прописано, что она должна быть, но у нас сколько существует уже страхования? Почему раньше это не сделать? Мы об этом писали Центробанк еще давно. Мы об этом начали говорить два года назад. Особенно это было важно, когда появилась база по ОСАГО. Все, что нужно было сделать, это всего лишь подгрузить информацию по КАСКО. Но никто этого не сделал. Ну, с одной стороны, естественный отбор, это, в общем, наверное, для рынка не так плохо. Не в нашем случае. Ну, вот я как раз и подвожу к следующему вопросу. Хочу, чтобы вы, как профессионал, дали совет людям, которые обращаются в страховые компании, как раз для оформления полиса ОСАГО, чтобы не попасть в просаг с тем, что полис оформлен, а через две недели или через месяц эта компания вдруг возьмет и исчезнет с рынка как банкрот. Вот есть какие-то признаки, какие-то звоночки, которые указывают на то, что лучше с этими ребятами не связываться? Ну, во-первых, нужно зайти в интернет, посмотреть по отзывам по компании, посмотреть, что пишут на каких-то таких профильных сайтах, типа агентства страховых новостей, прошу прощения. И не мешало бы позвонить в страховую компанию через неделю, продиктовать номер полиса и уточнить, он зарегистрирован или нет. Прежде всего, когда вы покупаете полис где-то, не стесняйтесь спросить у продавца, чтобы он показал договор агентский, на основании которого он продает. Чаще всего его нет. Ну, не чаще всего, но так случается. И когда он показывает договор, не стесняйтесь спросить паспорт и сличить данные. И, конечно, это очень важно, когда, я уже повторюсь, когда вы оформляете аварию, все-таки оформлять документы таким образом, чтобы вы могли обратиться не только в страховую компанию, еще и к ответчику, если вдруг вам не хватит тех денег, которые предложит страховая компания, исходя из той единой методики, которую они разработали, а мы пока не знаем, какая она. Я предполагаю, что цены там не очень высокие, но время покажет, пока рано говорит. Но, тем не менее, нужно всегда иметь в виду, что вы можете обратиться к ответчику. А если это юрлицо, то это, может быть, даже будет проще и быстрее. Вот, завершая тему, я хочу вот в финале этого разговора спросить, можно ли считать вот все вот эти вот острые углы, вот эти скандалы, вся эта перипетия с грызнёй вокруг тарифов, ну, я не знаю, отшлифовкой того самого правильно работающего закона Аббасага, к которому мы давно и пока не очень успешно стремимся, что вот вся вот эта вот ломка, она скорее во благо, чем в крушение вот всего вот этой, всей этой истории? Конечно, нет. Если мы понимаем, что регион убыточный, страховщикам там не выгодно работать, мы как штрафами заставим их там работать? Это мы не изменим так ситуацию абсолютно. Ну, у банков так вообще лицензии отзывают без права выходного послания? Ну, это всё-таки другая история несколько. 500 миллионов штраф для страховой компании – это ощутимые деньги? Конечно. Друзья мои, вот, собственно говоря, поговорили о скандале в Челябинском, посмотрим, чем он закончится. Я со своей стороны призываю воспользоваться советами Максима о том, что нужно знать и что нужно делать для того, чтобы правильно и потом безболезненно оформить полис ОСАГО. А мы переходим к следующей теме. И я перед тем, как назвать тему следующего сюжета, хочу сказать, что 79% из вас, принявших участие в нашем СМС-голосовании, 79%, это очень большая цифра, считают, что тарифы ОСАГО существующие, вот ныне принятые, они завышены. При этом, я думаю, что мало кто из вас учитывает, что и выплаты вам увеличили, но так или иначе, давайте ездить безаварийно, поэтому перейдём к следующему сюжету. И следующий сюжет как раз о законах, ограничивающих права водителя, точнее, водителей нарушающих. Вот об этом наш следующий сюжет. Внимание на экран. Согласно поправкам в административный кодекс, водителей, которые каким-либо образом меняют внешний вид номеров, ждёт довольно неприятное наказание. Их будут либо лишать прав сроком от одного до трёх месяцев, либо штрафовать на пять тысяч рублей. Кстати, такое же наказание ждёт народных умельцев с регистрационными знаками, оборудованными специальными устройствами, которые позволяют их видоизменить или скрывать. Такая мера призвана повысить дисциплину на дороге. Чаще всего автолюбители делают номерные знаки нечитаемыми для камер дорожного наблюдения, чтобы беспрепятственно нарушать скоростной режим. Наказание за данный вид правонарушений начнёт действовать после вступления в силу поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть с 15 ноября этого года. Ну, закручивать гайки сильнее, яростнее у нашего государства учить не нужно, с чем мы каждый раз сталкиваемся. Другой вопрос, что каждый конкретный случай можно рассматривать отдельно, и люди, скрывающие номера, должны быть наказаны. Но ещё сильнее, ещё жёстче, и это ещё одна инициатива и тема нашего следующего разговора, должны наказываться водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Разговор не нов, каждый раз он обретает всё новые и новые подробности. Сейчас речь идёт о том, что автомобили, отобранные у водителей нетрезвых, придётся выкупать. Об этом наш следующий сюжет, и мы продолжим сразу через минуту. В Министерстве юстиции предложили отбирать автомобили у пойманных в нетрезвом состоянии водителей. Таким образом, авторы закона проекта намерены добиться исправной оплаты административных штрафов за нетрезвую езду. Вернуть машину нарушитель сможет только оставив залог. Причём его размер будет связан с суммой штрафа, грозящего нетрезвому ездоку. Залог будет удерживаться до суда. Если водителя признают виновным, деньги вернут в полном объёме. В противном случае залог пойдёт на погашение наложенного штрафа. Плюс к этому владельцу изъятого автомобиля придётся оплатить его транспортировку и хранение. Напомним, в данный момент управление машиной в состоянии алкогольного опьянения карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей с лишением прав сроком от 1,5 до 3 лет. В связи с увеличением числа ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, ведомство планирует увеличить количество массовых проверок. Я с удовольствием представляю вам человека, который не первый раз живёт у нас, да, Сергей? В студии адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Я сейчас с вашего разрешения задам вопрос, он больше риторический, нашим телевизионным зрителям. Друзья мои, скажите, пожалуйста, вот в нашем смс-голосовании, как на ваш взгляд, считаете ли вы, ну, наверное, всё-таки вопрос, ответ понятен, но всё-таки я его задам, считаете ли вы пьянство за рулём уголовным преступлением, да или нет, 5577, короткий номер для смс-голосования. Вот вам, как адвокату, насколько этот вопрос кажется однозначно? Если говорить об уголовном преступлении, то надо сказать, что сейчас в Госдуме лежит и ожидает третьего чтения законопроекта о введении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Пока дата этого чтения не определена, но, в принципе, законопроект уже есть, и я думаю, что в эту осеннюю сессию он имеет шансы быть принятым. И надо напомнить, что... То есть мы ожидаем ещё одного витка закручивания гаек, касающегося пьянства за рулём. Да, надо иметь в виду, что такая норма уже была, ещё в УК РСФСР, но в начале 90-х годов она была отменена, и она, в принципе, всю жизнь действовала, поэтому... Серёж, речь идёт о повторном. Первый раз попался, тебя на полтора года, там, от полутора до двух влупили правами, значит, оштрафовали, ты ходишь пешком, дождался возврата прав всех за руль, попался ещё раз, а там что им криминит? То есть там чем это грозит? Там будет либо лишение свободы сроком на два или три года со штрафом. Ну, сейчас это обсуждается, поэтому, в принципе, но это будет означать, что у человека появится судимость за совершение умышленного уголовного преступления. А это намного печальнее, чем какой-то штраф или условный срок. А вот теперь вопрос как к адвокату. Вы верите, что это... Понятно, что добро должно быть с кулаками, и эти драконовские меры скорее во благо, чем наоборот, но вот насколько это отвадит нашего брата садиться за руль под шафой? Это может отвадить по двум причинам. Выбор текущий адвокат, если можно, исходя из практики. Ну, вот есть люди, которые... Вот я таких встречал, которые говорят, что я ездил или пьяным, или бесправ, я езжу до тех пор, пока меня либо руль не заберут, либо в тюрьму не посадят. Вот есть такие, скажем так, очень радикально настроенные элементы, которые катаются до первого столба, что называется, или до тех пор, пока у них не забирают машину. Но это не подавляющее большинство. Это не подавляющее, но я обращу внимание, что вот в этом законопрессе, который мы обсуждаем, речь идет о наказании за повторные нарушения. Если, например, за первый раз еще как-то, ну, условно говоря, случайно можно не рассчитать объем выпитого накануне и сесть за руль с утра с небольшим запахом и попаса, да, то после первого наказания, наверное, второй раз человек будет гораздо более внимательным, и второй раз попасть уже невозможно. Соответственно, те, кто второй раз повторно совершает правонарушение, это уже можно говорить, что это злостные нарушители, которые достойны, в общем-то, довольно строгого наказания. Выкуп автомобилей, вот то, о чем идет речь в инициативе, ну, сначала отбор, изымание автомобиля, потом выкуп. Если говорить как о мере воздействия, насколько это может быть действенно? Вот я все-таки понимаю, что вам наверняка приходилось защищать людей, которые в спорных ситуациях, назовем это так, прибор показывал там какие-то правления. Ну, эта мера будет действенной, но она, скорее всего, как было правильно отмечено в начале сюжета, она будет направлена именно на обеспечение взыскания этого штрафа, потому что на сегодня количество штрафов, которые выписываются за нарушение правил дорожного движения, исчисляется десятками миллионов. Сейчас даже права, по-моему, не изымают. Сейчас права не изымают, они сдаются после вступления в законную силу решения суда о лишении. Раньше они изымались, вот уже почти год, как они не изымаются до решения суда. А есть наказание за незданные права? Суд вынес решение? Наказания нет, но если удостоверение не сдано, то срок лишения не пошел. И срок лишения пойдет только с момента, когда это удостоверение будет у лица обнаружено или изъято. Или с момента, когда он уведомит орган полиции о том, что права были ему трачены, и у него их нет наличия, он не может их в связи с этим сдать. Вот тогда срок лишения пойдет. То есть, если я пришел на суд, мне суд вынес в постановление лишения меня права управления транспортным средством на полтора года, и при этом я оставил права у себя в кармане, не действует... Права сдаются не в суде. Суд в постановлении указывает, что права надлежит сдать в такой-то орган, допустим, в батареон ДПС по западному округу. И если лицо не сдает права, то срок лишения не пойдет, и он пойдет только с момента, когда у него эти права будут обнаружены при проверке, например, или изъяты. То есть, может быть, он рассчитывает, что он полтора года посидит дома, потом поедет, но здесь такой фокус не пойдет, потому что с момента изъятия удостоверения только срок лишения будет исчисляться. Статистика, вот каждый раз, когда мы какие-то более суровые меры применяем к тем, кто садится нетрезвым за руль, идет на уменьшение или на увеличение? И остается такой же, условно говоря, если сравнить с прошлым, с позапрошлыми годами по управлению как раз в нетрезвом состоянии. Вы знаете, по той статистике, которая официально опубликована в том числе на сайте ГИБДД, никакой особой тенденции не намечается. И я хочу обратить особое внимание, что согласно той же самой статистике, ДТП с пьяными водителями совершается примерно в 8% случаев, но в 3 раза больше происходит ДТП по причине плохих дорог. То есть, у нас на самом деле беда нашей страны и дорог, сами дороги, а отнюдь не пьяные водители. Это тоже нужно понимать. Но в Москве-то там в последнюю очередь, может быть, в регионах? Ну, статистика, да. Я имею в виду статистику по стране. Но вот такая статистика имеется. Все, что связано с коррупционной составляющей, я прекрасно понимаю, я думаю, что все, кто нас смотрит тоже, что это каждый раз увеличение штрафов, наказания, ужесточения, это лишний повод людям непосредственно стоящим на дороге с жезлом, ну, скажем, быть не совсем честными с государством в первую очередь. Ну, скажем так, те, кто готов платить штрафы или платить взятки, прямо так и скажем, да, он их будет платить до тех пор, пока это будет ему выгодно. Если, например, будет, опять же, предусмотрено уголовное наказание за повторную езду в пьяном виде, то размер взятки может достичь и нескольких сотен тысяч рублей, а такие деньги уже можно стать банально жалкой, и, может быть, это все-таки человек образумит. Как это не парадоксально звучит, но перспектива потерять значительную сумму денег, она тоже может человека фигурально выражаясь отрезвить в этом вопросе. Ну, конечно, это поддерживать нельзя, но, тем не менее, если наказание усиливается, то есть мнение, что это может возникнуть, это может, это дает предпосылки для коррупционной составляющей. Но, на самом деле, те случаи, когда говорят, что вот истрезу водителя сделали пьяным, они настолько единичны, что говорить о том, что проблема имеет серьезное место, это, наверное, преувеличение. Ну, скорее, я в этом с вами соглашусь. У меня вопрос, связанный непосредственно вашей практикой касаемо защиты каких-то вот ваших клиентов, которые обвинены или пострадали, или там что-то нарушили, будучи обвинением, которое было предъявлено, что они не трезвы. Насколько вот тяжело это делать, да? Я вот как раз к адвокату к вам обращаюсь, если вообще вы за это беретесь. Потому что у некоторых, я знаю вот ваших коллег, которые говорят, это принципиальная позиция, не в деньгах дело. Я категорически не берусь за эти дела. Я скажу так, вот лично мне как адвокату интересно не что человек совершил, а какие есть доказательства. Если доказательства оставлены безупречно, если в деле есть все необходимые документы, то здесь, как говорится, делать нечего. Но зачастую эти документы, которые составляются, они вызывают очень много нареканий, и, соответственно, здесь есть шанс с тем, чтобы достичь справедливости. То есть ошибка оформления как раз свидетельства того, что человек не трезв, с сопутствующими процедурами дает возможность вам, как адвокату, оспаривать действия, но в данном случае, я так понимаю, патрулей ДПС. Скажем так, ошибка при оформлении, она дает основания для вынесения законного решения, а согласно действующему закону никто не может быть привлечен к ответственности, иначе как в порядке, установленном законом. Поэтому если порядок, который законом установлен, нарушен, то в данном случае все эти нарушения должны приниматься в внимание. Правда, у наших судов есть такой расхожий штамп, что те нарушения, которые мы обнаружили, на которые обращаю внимание, как они пишут, не носят существенного характера, поэтому не могут быть принятого внимания. И надо сказать еще, что за последнее время, за последние годы грамотность оформления документов, она настолько возросла, что, в общем-то, трудно найти дело, где были бы какие-то формальные зацепки, и это давало бы шансы на то, чтобы действительно пьяный за рулем избежал заслуженного наказания. С процентным отношением количество дел, связанных с нетрезвыми водителями относительно других спорных ситуаций, касаемых правил дорожного движения. Вот насколько велика или мала, насколько это существенно в общем количестве? Если вы имеете в виду, какое количество нарушений совершается пьяными, и за это они привлекаются, или вообще в общем соотношении? Ну, можно сказать, да, вот насколько существенное количество ДТП с пьяными водителями. Ну, ДТП, статистика, вот я уже привел, что-то около восьми процентов, но, кстати, нужно иметь в виду, что далеко не всегда пьяный папаша ДТП является его виновником, и даже есть в практике судов случаи, когда водитель, находящийся за рулем в состоянии опьянения, не является виновником ДТП, безусловно, он несет наказание за управление автомобилем в пьяном виде, но если он не является виновником ДТП, то в никакой мере его опьянение не имеет отношения к этому вопросу. Вот у нас с этим более-менее понятно. Я прекрасно понимаю, что, ну, с моей точки зрения, оправдания человеку, усевшему за руль нетрезвым, ну, нет, вот правда, ну, нет, если он не спасает человека при смерти, который лежит в чистом поле после того, как он там сидел за столом и пил вино, и он единственный, кто может это сделать, и то при наличии сотовой связи. Дело не в этом. Вот я хочу вернуться к сюжету, который предварял нашу тему по поводу, раз уж выдалась возможность поговорить с адвокатом, по поводу заклеивания государственных регистрационных номеров и ужесточения наказания к тем, кто это делает. Вот ваше отношение, и что вообще происходит сейчас вот с этой историей? Ну, все мы знаем, что у нас в стране все чаще распространяется система автоматической фотофиксации, штрафы приходят очень много. Камеры везде, большой брат гид. Естественно, есть желающие избежать наказания. Кто-то считает наказание несправедливым, кто-то считает наказание слишком суровым, поэтому это, естественно, рождает желание. Насколько это эффективно? Вот я что хочу спросить. Насколько это все работает? Если вы имеете в виду заклеивания номеров... Плюнул на листочек, заклеил и ушел. Это зависит от технического средства, которое измеряет. И, по-моему, мои коллеги проводили измерения на специальном полигоне. И получилось, что примерно в 50% случаев всякие эти листочки и прочие предметы, которые загораживают номер, они действительно препятствуют тому, чтобы номер считывался камерой. Но это уже давно является наказуемым, поэтому если есть сотрудники БДД вас за это остановят, то за это может быть и штраф, и лишение права управления. Поэтому надо понимать, что действия-то являются наказуемыми, и наказуемые довольно жестко. Есть какие-то советы с вашей стороны как адвоката, помимо не нарушать правила дорожного движения, что в общем мы все призываем всех делать, чтобы избежать наказания, чтобы как-то оспорить. Вот сейчас очень громкие истории с паркманами, которые залазят в эвакуированную машину, сядут там до победного. 22 часа вот человек просидел. Вот с этой точки зрения, я хочу сказать, какие-то панацеи для нас, водителей, чтобы вот от этой заразы как-то вот... К сожалению, вот как раз после этой истории я особое внимание обратил, что касается парковки в городе Москве, например, да. Оказывается, у нас в городе Москве есть очень много мест, так называемых ловушек. Полно. То есть, есть знак остановка запрещена, через 20 метров оборудованная парковка, которая, как известно, действие знака не отменяет, он действует. И поэтому здесь есть и возможность штрафовать, и возможность машины эвакуировать. При этом у нас статья 12.16.5 предусматривает наказание за совершение этого нарушения в городе Москве, а именно за парковку в нарушении требований знака или разметки, даже если машина никому не мешает. Эта статья действует, и она допускает эвакуацию. При этом данная статья рассматривается и применяется не органами ГИБДД, а Московской административной дорожной инспекцией. И поэтому я советую всем, прежде всего, ну, во-первых, конечно, правила еще раз посмотреть, потому что очень много интересного можно увидеть, особенно из тех, кто сдавали довольно давно. И, во-вторых, привлечь повышенный вниматель, потому что, когда проезжаешь по улице и видишь в начале улицы знак, и он свое действие не прекращает, через километр мы уже о нем забыли, а утром выходим, и машин оказывается нет, и формально все верно. Я единственное могу порадоваться за вас, потому что вот при таком положении дел адвокаты автомобильные без работы не останутся, мне кажется. Сергей Радько был на студии, человек, который, в общем, с закона, законными способами пытается найти какую-то золотую середину между автомобилистами и контролирующими органами. Друзья мои, 71% вот мне подсказывают из аппаратной, считают, что пьяный водитель – это уголовный преступник, и, в общем, наверное, не без основания. Это единственное, бесспорное, на мой взгляд, в общем, обвинение в том, что так делать нельзя. Все, что касается завершения нашей программы, замечательный случай произошел недавно, когда злоумышленник угонял машину, открыл ее, залез, завел и поехал, но машина заглохла буквально через несколько метров, злоумышленника взяли с поличным, стоит ли говорить о том, что автомобиль назывался «Лада Калина». Ездите на исправных машинах и пытайтесь их угонять тоже как-то разборчиво. С вами был Александр Довин, это была программа «Попутчик итоги недели», а мы увидимся с вами ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова